Продолжение следует... Вам не нравится Библия? Почему вы не обращаетесь к ней? Потому что эта книга написана людьми. То есть, по-вашему, это не Слово Божие? Хорошо, я вас понял. Получается, что это не Слово Божие. Я всего лишь говорю, что пытаюсь... Я слушаю вас. Вот что у вас там написано? Почему вы так акцентируете на этом свое внимание? Иисус мусульманин. Что же это значит? Это интересно. Так как Ислам появился спустя только лишь 600 лет после Иисуса? Это заблуждение. Позвольте объяснить. Послушайте, брат. Иисус никогда не был мусульманином. Конечно же, Он мусульманин. Кто такой мусульманин? Кто такой мусульманин? Кто такой мусульманин? Давайте так. Когда вы будете говорить, Я буду слушать. Я буду слушать, когда вы будете говорить. А когда буду говорить Я, то вы будете слушать. Как вам так? Подождите, послушайте. Если вы хотите слушать, то я буду говорить Какой у вас вопрос? Задайте свой вопрос У вас есть вопрос? Не играйте с именем Иисуса Иисус мусульманин и покорился одному Творцу Я объясню вам, если вы будете слушать Можно мне говорить? Позвольте, я скажу Разговор имеет свои правила Говорить и слушать Мусульманин это тот, кто покорился воле Аллаха Мы не утверждаем, что ислам начался с пророка Мухаммада Мы верим, что, к примеру, в Коране пророк Ибрагим использовал слово мусульманин И это то, во что мы верим Это неправильно, что вы написали такое Могу я закончить свою речь? Я могу завершить? Нет, не можете Я не могу завершить свою речь? В этом ведь проблемы Позвольте мне завершить и я послушаю вас Дайте мне завершить свою речь и потом вы можете говорить Я буду слушать вас Дайте мне завершить Дайте мне завершить и потом будете говорить Вы ведь сказали мне ранее, что я могу завершить свою речь Какая церковь? Церковь в Мекке? Мухаммад никогда не был в церкви в Мекке Ты сошел с ума, брат? Я не сошел с ума, там была церковь Скажи мне правду Ты утверждаешь, что в Мекке была церковь, в которую ходил Мухаммад? В какой церкви ты сказал, что он был учеником? В какой церкви ты сказал, что он был учеником? У них образование было другое Хорошо, ты сказал, что Мухаммад был учеником в церкви В какой церкви? Какая церковь? В Иерусалиме? То есть, по-твоему, Мухаммад отправился в Иерусалим и пошел там в церковь? Откуда ты получил эти знания? От Варака ибн Науфаль Варака ибн Науфаль находился в Иерусалиме? Варака ибн Науфаль был в Иерусалиме? Из какой книги по истории ты взял это? Это во всех книгах В какой именно? Это в вашей книге Покажи мне это в Коране Мне это не нужно Ты не можешь показать мне это в Коране Ты знаешь, что в Коране нет абсолютно ничего Ауарака ибн Науфали Подожди, подожди, ты сказал, что это в моей книге Так покажи мне это в Коране Это невозможно, потому что в Коране нет ничего Ауарака ибн Науфали Ну как так? Ты ведь сказал это на камеру Ты же понимаешь, что это ложь. Варака ибн Науфаль был в Иерусалиме? Это неправда. Это неправда. Послушай меня. Послушай меня. Варака ибн Науфаль умер в самом начале пророчества пророка Мухаммада. Было множество других мест, народов и поселений. Я слушаю тебя. Что это? Какой это аят? Что это? Какой это аят? Это в Коране. Ты только что придумал это. Покажи мне этот аят в Коране. Я не знаю, какую книгу ты держишь у себя в руках. Просто покажи мне, какой это аят. Ну покажи мне их. Покажи. То, что Варака ибн Науфаль жил в Иерусалиме, ты просто это придумал. Я прошу тебя предоставить доказательства того, о чем ты говоришь. Ты не слушаешь меня. Хорошо, я слушаю тебя. Что бы ты ни проповедовал, это все неправильно. Ты не можешь говорить людям, что Иисус был мусульманином. Иисус жил за 500 лет до ислама. Так как же он мог быть мусульманином? Я буду говорить, когда он завершит. А сейчас я слушаю. Вы же видите, как я вас слушаю, так? Ты должен убрать это, так как Иисус не был мусульманином. Я слушаю тебя. Ислам пришел через 500 лет после Иисуса. И Мухаммад пытался проповедовать об исламе. Или же другими словами о Боге. Потому что там в Мекке были атеисты. Атеисты или язычники? Кто бы ни был, язычники. Кто бы ни ни были, они не верили в Бога. Он относился к ним по-разному. Я слушаю тебя все это время, уважительно. Он не смог справиться с ними по-мирному, как в христианстве. И вынужден был... По-мирному, как в христианстве? Крестовые походы, испанская инквизиция, это все мирный путь? Слушай, я занимаюсь дарватом. Кого ты можешь ударить? Меня? Да ты просто расист. Послушай теперь меня. Я слушал тебя, теперь ты послушай меня. Что такое вообще ислам? Я могу говорить? Нет, не можешь. Хотите получить базовые знания в диспуте с представителями всяких идеологий, такие как феминизм, материализм, либерализм, секуляризм? Или, быть может, вы хотите просто получить ответы на современные вызовы исламу? В свет вышла книга, которая дает достойный отпор нападкам западной пропаганды. Автор – Даниэль Хакикаджу, выпускник Гарвардского университета. Он блестящий полемист, всегда отстаивающий право мусульман оставаться самим собой, не подстраиваясь под повестку, которую нам навязывает Запад. Заказать книгу вы можете по ссылке в описании. А вы видите это? Посмотрите на это. Я слушал тебя с уважением, а ты не можешь послушать меня даже две минуты. Послушай, Аллах – это один Творец, который не спасал Мусу, Ибрахима, Иисуса. Это в вашей же Библии. Вы не смогли мне показать в моей книге, я могу показать вам это в вашей книге. Вот посмотрите, это Библия. Вы не верите в Библию? А какая Библия имеется у вас? Какая Библия настоящая? Какая Библия у вас? Подождите, я покажу вам. Вы видите это? Коран только один, только один Коран. Один Аллах, один Коран. Одно послание всех пророков. Вот поэтому Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад мир им всем. Все они были мусульманами. Ислам не начался с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Ислам это ас-слама, означает покориться. Это не похоже на христианство. Это не похоже на христианство. Разве Иисус христианин, который верит в христианство? Он поклонялся Богу, и это в Библии. Позвольте показать вам это. Как он мог быть Богом? Иисус назвал себя христианином? Вот у меня имеется Библия в руках. Покажи мне, где это? А разве он назвал себя мусульманином? Нет ведь? Да, позвольте сказать вам. Вы просто не понимаете, что такое ислам. Разве Иисус не выполнял повеление Бога? Разве он не был неиспослан Богом? Разве он не говорит, что Бог послал меня? Можете не кричать? Я рядом. Простите, этот человек не слушал. Люди неправильно понимают термин мусульманин, когда я пытаюсь это объяснить. Если вы обратите внимание, то заметите, что христианство начинается с Христа, иудаизм с Иуды, конфуцианство с Конфуция. Ислам же не берет свое начало с имени Мухаммад. С кого вы сказали? Да, с Конфуция. Иудаизм с Иуды. Вы не слышите меня? Конфуция? Вы сказали слово конфюжен. Религия конфуцианства основана на учении Конфуция. Да, оно основано на имени человека Конфуция. Так? Ислам же не основан на имени Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Ислам означает покорность. Иисус покорился воле Бога. Ибрагим покорился воле Бога. Моисей, Мухаммад, мир им всем. Ну, это своего рода образ жизни. По определению, они были мусульманами. Теперь позвольте мне показать в вашей же Библии. Вы верите, что это слово Божие? Вдохновенное слово Бога. Хорошо, в Деяниях, глава 3, стих 13. Я могу говорить? Нет, не можете. Я не могу говорить? Я послушал вас, так дайте сказать и мне. Я выслушал того человека, выслушал и вас, но ни один из вас не дает мне сказать. Эти ребята могут вести спокойную беседу? Стих 13-й. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог Отцов наших прославил своего служителя Иисуса. Иисус был рабом Божьим, согласно Библии, которая у вас в руках. Разве этого нет Библии? Но вы не учитываете Святую Троицу. Ну, конечно, нет. Троица не имеет абсолютно никакого смысла. Это так. Для меня это имеет смысл. Какой в этом смысл? Был ли Иисус Богом, будучи на земле? Он спрашивает меня, как на интервью. Хорошо, я слушаю вас. Отец, Сын и Святой Дух. Это одно и то же. Хорошо. Когда Иисус был на земле, являлся ли Он Богом? Верить в это или нет, это на ваше усмотрение. Вы сказали, что в этом есть смысл, поэтому я и спрашиваю вас. Когда Иисус находился на земле, был ли Он Богом? Да. Он был Богом. Это верно. И Бог знает все, так ведь? Да, так. Итак, когда здесь говорится о том, что о дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. То есть Сын не знает, знает только Бог. Так как Он мог быть Богом и не знать? Но Он Бог. Но посмотрите, вот в вашей же Библии о дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные. Я знаю, что вы пытаетесь... Но это же нелогично, вы сказали, что Бог знает все, а Иисус, Сын, не знает. Как так может быть? Вы пытаетесь найти противоречие. Но это чистое противоречие, это противоречие тому, что вы только что сказали. Как Иисус мог быть Богом? Объясните мне. Я тоже задал этот вопрос. Ну так объясните мне это. Я задал этот же самый вопрос. Вы хотите говорить или же вы крикливаете, пока идете? Но вы и сами немного кричите. Но я выслушал вас и сейчас спрашиваю. Вы сказали, что Бог знает все и что Иисус Бог. Но здесь говорится, что Иисус как Сын не знает о часе. Он знает. Но ведь здесь говорится, что Он не знает. Что тогда правда? То, что в Библии это ложь? Нет, это не ложь. На что это тогда? Все три это одно. Ну а как тогда Сын мог не знать? Мне наплевать, что говорится там. То есть вам наплевать на Библию? Мне не наплевать на Библию. Ну вот прочитайте тогда мне отсюда. Вот так, чтобы больше света попадало. Пожалуйста, прочитайте мне отсюда. Единственная причина... Почему вы не читаете это? Потому что вы пытаетесь найти противоречия. Там есть явные противоречия тому, что вы говорите. Знаете, у вас есть камера. Позвольте мне сказать кое-что. Да, пожалуйста. Отец, Сын и Святой Дух — это одно и то же. Как тогда Сын не знает о часе, а знает только Отец? Потому что Отец контролирует все. Получается, что они не одно и то же? Они одно и то же. Вы только что сказали, что Отец контролирует все, а Иисус нет. Потому что Он явился на землю. То есть Иисус не Отец? Он Отец. Итак, когда Он явился на землю... Послушайте, вы сидите там у себя и говорите, что Христос не был распят, но был вознесен на небеса. Конечно. Он человек, верно? Да, Он человек. Да, конечно, Аллах может сделать это. Он пророк Аллаха. Аллах может вознести кого угодно. Возьмите это обратно. Вы можете прочитать этот стих. Вы противоречите себе. Как? Только определенные люди могут быть вознесены. Кого пожелает Аллах? А где здесь противоречие? Это то же самое, что говорил я о том, что Он был распят. Нет, вы сказали, что Он Бог. Да, Он Бог. Я не верю, что Он Бог, потому что Бог знает все, а Библия говорит, что Иисус не знал. Я показал вам стих, и вы увидели собственными глазами это противоречие. Вы можете найти нечто подобное и в Коране. Теперь вы, найдя противоречие в Библии, перепрыгиваете на Коран. Покажите мне противоречие в Коране. У меня нет Корана. Но достаньте один и покажите мне хоть одно противоречие. Мухаммад сидит там и... Нет, нет, покажите мне хоть одно противоречие в Коране. У меня нет Корана с собой. У меня есть. Мне это неинтересно. У вас камера там. Потому что вы не можете показать мне даже одно противоречие. Я могу показать вам. Ну покажите тогда. На следующей неделе? Нет. Вы не покажете мне это? Потому что я не заинтересован в каждой маленькой вещи, что в этой книге. Вы говорите мне, что в Коране имеются противоречия, но не можете показать даже одно, так? Там имеется целый раздел касательно евреев, что неправильно. Какой это раздел? Вы можете показать этот Коран, так как я без понятия, о чем вы говорите? Вы знаете, я читал и, посмотрев на те истории, увидел, насколько они неорганизованы, так как говорится то об одном, то о другом. Нет хронологического порядка. Вы можете сказать мне, в чем цель Ветхого Завета? Я могу говорить? Расскажите мне. Ветхий Завет — это писание, неспосланное во время Моисея, и те, что были собраны, и которые были потеряны в Вавилоне, а затем были воссозданы через песни и рассказы, и подобного рода вещи. Верно? Я могу завершить? Мне можно закончить свою мысль? Говорите. Скажите, когда завершите. Согласно историкам, это писания, которые названы Ветхим Заветом. А Новый Завет — это книги, написанные уже после Иисуса, некоторыми из которых от 40 до 70 лет, самые ранние и маленькие рукописи. И далее синатрический хор около 400 лет назад, 4 века, 300 с чем-то лет после Иисуса. Вот это Новый Завет. Ведь смысл Ветхого Завета заключается в том, чтобы описать отношения Бога со своим народом, не только иудеи, но и все остальные. Я слушаю вас внимательно. Потому что в те времена были те, кто верили в одного Бога. Отношения, отношения, отношения. И иногда Бог гневался на них, а иногда вознаграждал их. Иногда на них совершались нападки различными захватчиками и так далее. А Новый Завет — это уже описание особого отношения Бога к своему народу и показать им путь. И надо мне показывать это. Я не желаю слышать больше ничего из этого. Вы не желаете прочитать сам Завет? Я уже достаточно начитался. Хорошо, откуда вы взяли эту информацию? Вы взяли это из Ветхого Завета? Или же это из Нового Завета? Или может вы придумали это? Это мое личное впечатление. Это ваше впечатление, но это же не реальность. Позвольте сказать, позвольте сказать, когда вы читаете свои же писания, у вас не бывает ответов. У вас тоже нет ответов. Есть, у меня есть ответы. Найдите мне хоть одно место в Коране, с которым вы не согласны, и покажите мне это. Это истина. А то, что не нравится вам, это ваши проблемы. Это вы так говорите. Да, и в Коране так говорится. Это невежество. Вот вам вот. Это единственная религия истины, в которую я верю. Единственная причина вашего нахождения здесь, вы пытаетесь превратить всех христиан в мусульман. Нет, нет, нет. Там есть много. Там есть многие пророки. Моисей там, Давид там, Авраам там, Мухаммад там. Мы благословляем и приветствуем всех их. Да вы просто скопировали все это. Ставили из иудаизма и христианства. Это не так, потому что те ошибки, которые имеются у вас, описаны в Коране, а у нас нет их. О, у вас вообще все безошибочно. Да, это так, Коран совершенен. Ну покажите мне хоть одну ошибку. Вы дурной. Покажите мне хоть одну ошибку. Ничего, я не собираюсь вам показывать. Конечно, вы не собираетесь, потому что их нет. Давайте скажем это на камеру. Сохраняйте субординацию, пожалуйста. Спасибо, сэр. Вы здесь, чтобы все это попало на камеру? Так ведь? Камера здесь для того, чтобы мир мог увидеть реальность. Я могу показать вам чистой воды противоречия. Как умер Иуда? Покончил самоубийством? Как именно? Он повесился. Повесился, значит, хорошо. Вот в Деяниях глава 1, стих 18, говорится. И когда низринулся, рассеялось чрево его, и выпали все внутренности его. И где же здесь повесился? Он упал вниз головой, и чрево его рассеялось, так? И что? Вы сказали, что он повесился. Так что из этого правда? Да кого это волнует? Это ведь ваша же Библия, в которой доказательства. Вам что, наплевать на свою же Библию? Мне наплевать на всякую чушь вроде этой. Смерть Иуды, разве это всякая чушь? Он же не маленькая фигура, упомянутая в Библии. Они знали, что он умрет, потому что он знал, что предаст Иисуса. Вот и весь план. Послушайте, вы видите ясное противоречие. Кто был отцом Иосифа? Я скажу вам... Генеалогия Иисуса. Ни в одной исламской стране нет толерантности никому. А как насчет Малайзии? Да к черту. В Индонезии тоже нет толерантности? Нету, я разговаривал с христианами. Да, из Малайзии и Индонезии? Никому нет толерантности там? Нет. В Эмиратах тоже, да? Заткнись. Эй, не затыкайте меня. Если не хотите говорить, не разговаривайте. Это наш стенд. Если не хотите здесь находиться, идите дальше.